Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 20 стихи с 27 по 44. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно приступиша ко Иисусу, Нец и Отца Дукей, глаголющий воскресенью небыти, Во прошах у Его глаголюще, Лучителю Моисея написанам, Аще кому брат умрет и мы жену, И той бесчаден умрет, Да брат Его поймет жену, И восставит семя брату своему. Седем оба братья и бе, И первый поят жену, умри бесчаден, И поят второй жену, и той умри бесчаден, И третий поят ю, Також дежи и вси седем, И не оставиши чад и умроша, Послежди же всех умри и жена, В воскресенье у бокаторга их будет жена, Седем боемешаю жену, И отвечав речей им Иисус, Сынове века сего женится и посягают, А сподобавшийся век он улучите воскресенье, Ежа от мертвых не женится, не посягают, Не умрете, Бог, тому могут, Равни, Бог, суть ангелам, И сынове суть Божии, В воскресенье сынове сущее. А якобы стоют мертвые, И Моисей, сказа, при купине, Яко же глаголит Господа Бога Авраамля, И Бога Исаакова, и Бога Иаковля, Бог же не смертвых, но живых, Всибо тому живи суть, Отвещавший женец и от книжника рекоша, Учителю добре рекл и си, К тому же не смей хуяго просите, Нечесо же, Рече же к ним, Как оглаголит Христа сына Давида вобыти, Самбо Давид глаголит в книзе псаломсти, Рече Господь, Господи, Ви моему, Сиди, одесную меня, Донди же положил враги твоя подножие Ногам от твоима, Давид у Бога Господа его нарицает, И как, о, сын ему есть. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Тогда пришли некоторые из саддукеев, Отвергающих воскресенье, И спросили его, Учитель, Моисей написал нам, Что если у кого умрет брат, Имевший жену, И умрет бездетным, То брат его должен взять его жену И восставить семя брату своему. Было семь братьев, Первый, взяв жену, умер бездетным, Взял ту жену второй, И тот умер бездетным, Взял ее третий, Также и все семеро, И умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, Которого из них будет она женою, Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, Чадо века сего женится, И выходит замуж, А сподобившиеся достигнуть того века, И воскресенье из мертвых, Не женятся, Ни замуж не выходят, И умереть уже не могут, Ибо они равны ангелам, И суть сыны Божии, Будучи сынами воскресенья. А что мертвые воскреснут, И Моисей показал при купине, Когда назвал Господа Богом Авраама, И Богом Исаака, И Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, Но живых, Ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, Учитель, ты хорошо сказал, И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им, Как говорят, Что Христос есть сын Давидов. А сам Давид говорит в книге псалмов, Сказал Господь Господу моему, Сиди одесную меня, Доколе положу врагов твоих В подножие ног твоих. Итак, Давид Господом называет его, Как же он сын ему? Во времена земной жизни Спасителя Иудеи задавались вопросом Будущего воскресения мертвых. И как мы видим в сегодняшнем Евангельском чтении, Их мнения по этому предмету разделялись. Беседа Господа с Адукеями Произошла в тот же день, По-видимому, вскоре после беседы С фарисеями и эрозианами А под Атикесарю. Когда Господь заставил замолчать Посланцев Синодриона, Появились саддукеи. Их вопрос касался вероучения И закона о браке. Саддукеи и фарисеи часто упоминаются вместе, Но их вероучения во многом Были противоположны друг другу. Блаженный Иероним Стридонский отмечает, У иудеев было две ереси разделения, Одна фарисеев, другая саддукеев. В то время как первые веровали В воскресение тела и души И учили о бытии ангелов и духа, Вторые, по свидетельству деяния апостолов, Отрицали все. И если фарисеи верили В воскресение мертвых, В ангелов и духов, То саддукеи вели с ними Постоянные споры, Стремясь доказать, Что в книгах Моисеевых Не только нет никаких указаний На бессмертие души, Но содержатся даже такие постановления, Которые противоречат учению О воскресении мертвых, Приводя в пример закон Ливерата. Ефимий Зигабен поясняет, В законе Моисеевым Они только находят предлог для вымысла, Чтобы просьба их заслужила Большего внимания. В книге Второзакония Моисей повелел, Чтобы на жене умершего бездетным Опять женился брат его, Закон Ливерата, И чтобы первенец, которого она родит, Назывался сыном умершего брата В память о нем. Этот спор саддукии и представили На разрешение Господа Иисуса Христа, Измыслив историю о семи братьях, Которые поочередно брали за себя Одну и ту же жену, И затем умирали. С их точки зрения, Это постановление о законе Моисеева Опровергало учение о будущей жизни, Ибо воскресение, Которого из них будет она женою, Ибо семеро имели ее женою. Господь дал саддукеям мудрый ответ, Обличив их в том, Что они не понимают Будущей вечной жизни, В которой уже не будет Ничего чувственного. Люди будут жить иною жизнью, Духовную, ангельскую, Так что не женятся, Ни замуж не выходят, И умереть уже не могут, Ибо они равны ангелам, И суть сыны Божии, Будучи сынами воскресения. И так как саддукеи принимали Только книги Моисея, Отвергая пророчества, То неразумно было бы Заимствовать свидетельства Из таких источников, Авторитета которых Они не признавали. А именно поэтому Господь говорит, А что мертвые воскреснут, И Моисей показал при купине, Когда назвал Господа Богом Авраама, И Богом Исаака, И Богом Иакова. Александр Павлович Лопухин Отмечает, если в законе Моисеевом сказано, Что Бог назвал себя Богом Прежде живших, Но потом умерших людей, То это значит, Что они и теперь живы, Потому что истинный и живой Бог Не может быть Богом мертвых И несуществующих лиц. Обращаясь к явлению Бога Моисею при купине, Христос говорит, Что воскресение – реальность, Потому что таков Бог. Бог не есть Бог мертвых, Но живых, И у Него все живы. Следовательно, Источником воскресения Является для людей сам Бог, А не те или иные явления Земной жизни. Это ключевая, Центральная мысль В учении Нового Завета – Спасение. Христос предлагает людям Искать прежде Царствие Божие и правды Его, Искать самого Бога, Причем не в будущем, А здесь и сейчас. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Неси, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...